Это новости на канале НСК 49 в студии Татьяна Вучукжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Вакцинация идет к вам. Еще один пункт вакцинации от ковида появился в Ленинском районе Новосибирска. По заявкам от предприятий в нем будут проводить коллективную вакцинацию сотрудников. Трамваи по Бархатному пути. Новое дорожное покрытие и практически бесшумные трамвайные рельсы появятся на Волочаевской улице. Проехать от проспекта Держинского до Гусинобродского шоссе станет быстрее и комфортнее. Возрождаем городки. Мастер-класс по игре в городки прошел в Ленинском районе. В нем приняли участие депутаты и титулованные спортсмены. А теперь об этих и других событиях более подробно. Эксперты отмечают, что заболеваемость COVID-19 понемногу идет на спад. Тем важнее продолжать наращивать темпы вакцинации от коронавируса для выработки коллективного иммунитета. Увеличить количество привившихся граждан помогают пункты вакцинации. Наша съемочная группа посетила новый пункт, открывшийся специально для трудовых коллективов. Новый специализированный пункт вакцинации открылся в нашем городе в одном из торговых центров на Левом берегу. По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова, этому способствовал запрос от предприятий, существующий уже давно. У нас порядка 60 заявок было от крупных и не очень трудовых коллективов для того, чтобы они могли вакцинировать своих сотрудников. Безусловно, в первую очередь это предприятия сферы обслуживания, торговли, но были в том числе просьбы от промышленных предприятий для того, чтобы в каком-то месте организовано одномоментно провакцинировать своих сотрудников. Новый пункт открыли совместно с Министерством здравоохранения Новосибирской области. Его пропускную мощность главный врач 16-й поликлиники, за которой закреплен пункт, оценивает в 150-200 человек в день и отмечает, что здесь созданы все условия для хранения вакцины. На сегодняшний день у нас спутник Лайт и спутник ВИ. Здесь уже выбор идет за врачом по показанию для пациента, но на сегодняшний день ограничений нет. Заявки на коллективную вакцинацию от предприятий принимаются в Министерстве промышленности и торговли по Новосибирской области и по телефонам, и по электронной почте. Также сотрудники и руководители могут подать заявку в Минздрав и, поставив прививку, способствовать выработке коллективного иммунитета. Сейчас вакцины достаточно, поэтому правительство создало для этого все условия. И думаю, что открытие такого рода пункта – это еще дополнительная мера по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Новосибирской области. По словам Андрея Гончарова, в ближайшее время откроется еще один пункт для вакцинации трудовых коллективов, для жителей Правобережья и их удобства. Этот вопрос сейчас активно прорабатывается. Напомним, что всего на территории области развернуто 97 стационарных пунктов вакцинопрофилактики. Более 20 мобильных пунктов работают в городе и 9 мобильных пунктов в области. Также организовано 97 мобильных прививочных бригад. Вековой юбилей. Губернатор Андрей Травников поздравил представителей сил правопорядка со столетием образования органов внутренних дел Новосибирской области, отметив особый вклад ветеранов. Ровно 100 лет назад, 11 августа 1921 года, в соответствии с приказом начальника Новониколаевской губернской рабоче-крестьянской советской милиции, началось формирование органов внутренних дел. Бархатный путь для новосибирских трамваев. Благодаря капитальному ремонту трамвайных путей, поездка на этом виде транспорта должна вскоре стать более комфортной. О масштабных работах, ведущихся на улице Волочаевской, расскажем далее. И для пассажиров трамвая поездка станет комфортнее, и автомобилисты поедут по новой дороге. На улице Волочаевской от улицы Технической до 9-го почтового переулка идут работы по капитальному ремонту трамвайных путей и автомобильной дороги. Здесь прошло выездное совещание мэра. 31 объект БКД национального проекта в городе Новосибирске. Вот один из этих проектов, один из этих объектов – это здесь. 14, кстати, физически выполнены уже из 31-го. Три на начало недели уже были полностью сданы. Ну и вот этот сложный, достаточный объект, сложность заключается в чем? В синхронизации многих работ. То есть мы одновременно здесь, вы видите, занимаемся в том числе и заменой трамвайного пути. Эта дорога важна не только для жителей Дзержинского района, но и для всех горожан, являясь по сути транзитной, отметил советник мэра Ренат Сулейманов. Улица Волочаевская – это одна из основных магистралей, которая связывает проспект Дзержинского и Гусинобродское шоссе. Поэтому 3,5 километра – комплексный ремонт полностью и улицы, и трамвайных путей, и тротуаров. Значит, ну, совершенно новое качество этой магистральной дороги. Ход трамваев станет более мягким, а на пути автомобилей в нарушение правил дорожного движения заезжающих на трамвайные пути поставят заслон. Трамвайный путь будет отделен от проезжей части бордюрным камнем на достаточную высоту, и сам трамвайный путь будет приподнят над бордюрным камнем. Здесь применяется технология сварки стыка. Варим рельсы по 75 метров плетями, и потом идет температурный стык. Соответственно, мы можем сказать, что это бархатный путь, фактически бесшумный, бархатный, быстрый путь. Работы по ремонту автомобильной дороги завершатся уже после того, как сдадут в строй трамвайные пути. У нас в рамках этого проекта выполняются работы по фрезерованию существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя покрытия от 6 сантиметров и устройство верхнего слоя покрытия. Трамваи вновь пойдут по этим путям с 1 сентября, а капитальный ремонт автодороги завершится чуть позже, 30 сентября. Кроме того, здесь отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки, после чего еще один уголок нашего города станет более благоустроенным и удобным. Асфальт провалился на улице Станционной в Ленинском районе. Дорогу сузили на 6 метров. По информации пресс-центра мэрии, при бурении грунта для ливневой канализации образовался промыв дорожного полотна. В связи с этим работы по строительству 4-го моста остановлены. Специалисты проводят работы по устранению провала на проезжей части. Кроме того, дорожную обстановку усложняют дожди, обрушившиеся на Новосибирскую область. 11 августа ливень вновь затопил городские артерии. По улицам города стало сложно проехать автомобилистом и пройти пешеходом. По прогнозам синоптиков, в концу рабочей недели дожди сменит солнечная погода. Рост цен на продукты питания больно ударил по многим жителям Новосибирска. Производители также часто высказывают претензии к работе торговых сетей, выставляющих различные трудновыполнимые требования для того, чтобы наша местная продукция появлялась на прилавках. Почему ситуация, сложившаяся с торговыми сетями, несет угрозу не только нашим кошелькам, но и всей стране, представляем точку зрения Владимира Жириновского. Каждый день мы отправляемся за покупками в магазины и обычно не особо задумываемся над тем, где произведен тот или иной товар и кто является владельцем компании, изготавливающей те или иные продукты. Хотя последние события, связанные с санкциями в отношении нашей страны, продемонстрировали, что преобладание импорта представляет прямую угрозу, как для государства, так и для каждого из нас. По словам Владимира Жириновского, две трети производимой продовольственной продукции либо полностью иностранного производства, либо из иностранного сырья, либо изготовлена на иностранном оборудовании. Крупные торговые сети и производственные сельхозпредприятия полностью или частично принадлежат транснациональным корпорациям со штаб-квартирами в Западной Европе или США. У нас нет ни одного государственного магазина, ни одного государственного ресторана, столовой, кафе. Все в частных руках, а внутри частного сектора все в руках иностранца. Все заводы в их руках. То есть небольшие налоги, они здесь платят, а основная прибыль уходит туда. Вода наша, сырье наше, рабочее наше, все наше, марка наша, а деньги туда. Это экономически невыгодно, морально, политически. С точки зрения безопасности. Сложившаяся ситуация недопустима, уверен Владимир Вольфович. Она несет прямую политическую и экономическую угрозу для нашей страны. Это не только ненормально, но это опасно. Потому что это продовольствие, лекарства. И это все мы должны сами производить, хотя бы с точки зрения, чтобы не попасть в ситуацию, когда не прекратят поставку продовольствию. Вот полностью прекращают поставку, а у нас, допустим, своего не хватает. Мы живем из расчета поставок из-за рубежа. ЛДПР предлагает конкретные шаги для решения этой проблемы. Прежде всего, национализировать все торговые сети. Кроме того, основная доля в компаниях, занятых производством продуктов питания, должна принадлежать российским гражданам. Возьмите самые потребляемые продукты. Алкоголь, табак и сахар. Сахар имеют в виду все конические изделия. Давайте национализируем. Я вас уверяю, 40% бюджета. Мы забудем про доходы от нефти. Продовольствие будет – основной доход. Сегодня многие сибиряки вынуждены есть генномодифицированную еду, привезенную из дальнего зарубежья. А свое, отечественное и экологически чистое покупаем втридорого. При этом значительная часть выручки от продаж уходит из России. А расплачивается за это каждый из нас за счет роста цен на продукты питания, обеспечивая повышенный доход иностранным владельцам торговых сетей. Именно поэтому Владимир Жириновский и его соратники предлагают национализировать все торговые сети. А основная доля в компаниях, занятых производством продуктов питания, должна принадлежать российским гражданам. А затем ввести государственную монополию на самые потребляемые товары. К ним относятся прежде всего сахар, алкоголь и табак. Мусор в Центральном районе все-таки вывезут. Экология Новосибирск прокомментировала несвоевременный вывоз отходов в Центральном районе. Представители компании объяснили задержку с вывозом бытовых отходов, вспышкой заболеваемости среди экипажей мусороуборочных машин. Сейчас на Леню вышли новые специалисты. И чтобы исправить перебой с вывозом твердых бытовых отходов, Экология Новосибирск запустила дополнительные мусоровозы и спецтехнику. Также компания сделает перерасчет платы за вывоз мусора. День физкультурника отмечает в Новосибирске. Одно из таких мероприятий с участием олимпийского чемпиона прошло в Кировском районе города. О возрождении древнего русского вида спорта и важности занятий спортом узнал Василий Акимов. Городки изрядно подзабытый вид спорта, хотя считается исконно русским. Говорят, что в них очень любил играть сам император Петр Первый. Неудивительно, говорит олимпийский чемпион Евгений Подгорный. Такие занятия укрепляют физическую форму, независимо от того, каким спортом занимается ребенок. Мы в детстве, когда маленькие были, мы застали еще эту игру и городочный спорт, и все равно и во дворе играли. Очень позитивно отношусь к этому виду спорта. Для популяризации городочного спорта при поддержке депутата горсовета Александра Тарасова прошел мастер-класс с участием мастеров спорта международного уровня. Это одна из немногих площадок для игр в городки, была построена 6 лет назад благодаря наказам избирателей, данных депутату Александру Тарасову. Одной из особенностей этого вида спорта – заниматься им могут люди любого возраста. Городки, они вообще для всех доступны, и в том числе для людей с ограниченными возможностями. Самое главное, чтобы площадки такие создавались в городе. Простое ограждение, созданные условия, тут никакого инвентаря особо сложного нет, все очень просто. Самое главное – желание, чтобы было у властей создавать эти условия для жителей. Многие из этих ребят впервые попробовали свои силы в городках, причем вполне успешно. Попасть в цель удалось даже самому младшему участнику – шестилетнему Василью. Так что впечатлений у мальчишек и девчонок через край. Такой мастер-класс, столько звезд, столько профессионалов. Я очень рад, всем спасибо. Развитие спорта и создание условий для занятий – один из приоритетов деятельности депутатов Горсовета и ЗАГС Собрания в Кировском районе. Проведение различных боровых соревнований стало доброй традицией на округе Александра Тарасова. И возрождение городочного спорта – лишь один из моментов этой большой работы. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok